Всем халло ребят, в этом видео отлично математики моего канала, я поведу вам о десятке клауд рэп исполнителей, которые заслуживают вашего внимания, если вы действительно любите это направление музыки. Ребят, надеюсь на вашу поддержку, если хотите топы на разные тематики, да и вообще видео на разные тематики, пишите в комментарии и ставьте свои пальцы вверх, это меня очень мотивирует. Ладно, погнали. Лил Яти. Лил Яти, или Мэл Спаркс Мак Колумб, начал вести свою музыкальную деятельность очень недавно, всего год назад. Но так или иначе, его музыка от этого не становится хуже. Мак Колумб, американец и родом из Джорджии. В феврале 16-го года выступал как модель в показе Канье Уэста. Его новый микстейп готовится к выходу в начале этой осени. Кезару. Кезару, или Олег Нечипоренко, это довольно многосторонний исполнитель из Санкт-Петербурга, который был в розыске Интерпола. По его словам, он делает то, что ему нравится. И это не всегда клаудрэп. Но, тем не менее, несколько его работ достойны вашего внимания. Фараон. Глеб Голубин, известный под своим псевдонимом Фараон, это московский, пожалуй, самый известный клаудрэпер России. Учился на журналиста в МГУ, потратил много лет жизни на футбол, но в итоге пришел к выводу, что будет делать рэп-музыку. Глеб довольно неоднозначный персонаж. В своих песнях он поет о курительных смесях, о девушках и так далее. Музыка, которую делает фараон, довольно востребована сегодня у молодежи. Хотя по текстам песен, практически никто не ведет описываемый Глебом образ жизни. Ксавье Вульф. Ксавье Вульф, один из представителей молодого поколения рэперов. Родом он из Америки. Получил известность выступлениями в Raider Clan, который он позже покинул после выхода своего дебютного микстейпа The Wolf Gangs Rodolf. Исполнитель так прокомментировал свой поступок. Я должен заниматься серьезной музыкой. Однако, если говорить об известности, немалую долю он получил из совместных работ Боунса, о котором я расскажу чуть попозже. АСАП Рокки Раким Майерс, более известный подседонимом АСАП Рокки, американский хип-хоп и клауд-рэп-исполнитель, состоит в коллективе АСАП МОП, где помогает с продюсированием и снятием клипов. У Майерса было типичное печальное действие чернокожего в американском квартале. Его отца забрали в тюрьму, когда ему было 12 за торговлю наркотиками. Год спустя его брата убили прямо у его дома. Эти события и побудили Ракима заняться рэпом. Рокки начал становиться известным в 2011 году, когда в интернете появился его первый сингл «Песа». Дензел Карри Дензел Карри – это американский рэпер родом из Канады. Свой первый альбом он выпустил в 2013 году. Тогда он еще состоял в коллективе Raider Clan, но решил уйти из него через год. В творчестве Карри прослеживается уникальное звучание музыки и сочетание слов, что и сделало большинство его видеоклипов, таких как ULT и Zone 3, вирусными в интернете. Нок Фром Де Фьючер Найт Ловел Третьим идет 19-летний паренек из Канады Шермар Пол, или как он прозвал себя Найт Ловел. Ловел начинал как продюсер в музыке, делая биты для своей страницы в Саундклауде. Их даже использовали известные рэперы. Тогда Шермар звал в себя Кей Эллен Ви. Для него добавить вокал на свои биты было мечтой, которую он воплотил уже через год работы над музыкой. Его музыка наполнена ледяной ночью, которая окутывает вас при прослушивании. Его песни повествуют о самых разных вещах, начиная от любви, заканчивая денежным богатством. Ян Лин На второй строчке ТОПа Ян Лин. Юный представитель своего жанра из Швеции. Впервые Юнитон Хостот Леонтер начал вести музыкальную деятельность в 16, когда купил свой первый микрофон на деньги, заработанные с Макдоналдса. Тогда он познакомился с несколькими ребятами, и вместе они создали свою шайку Сэт Бойс. По мнению ребят из этой банды, они назвали себя так, потому что их музыка почти всегда грустная. Ян Лин впервые стал известен в 2013 году, после того, как загрузил клип «Гинсон Стрип 2002», который набрал более 10 миллионов просмотров. Сейчас Юнитон даёт концерты по всей Европе, и даже успел заскочить в Россию. Итак, первое место заслуженно достаётся королю клауд-рэпа, исполнителю Элма Кеннеди О'Коннору, более известному под псевдонимом «Боунс». Элма Кеннеди – американский клауд-рэпер из Калифорнии, который записал более 40 микстейпов и 70 видео с 2011 года. Его музыка в основном повествует о самых разных вещах. Где-то он поёт про то, что курит траву с друзьями, где-то о унижении своих клонов по жанру, где-то Элма задвигает идеи на глубокий философский смысл. Биты Боунс сам не пишет. Часто ему присылают их. Или он находит на таких сервисах, как Саунд Клауд. У него всегда получалось канонично и изящно подать свою музыку. Появляется всё больше и больше исполнителей. Но мы всегда будем знать, что поистине смешал всё хорошее в один горючий коктейль. Самый чёрный из всех белых – Элма Кеннеди. На этом мой топ заканчивается. Если вы знаете каких-то классных клауд-исполнителей, пишите в комментарии. А с вами был Никитун, спасибо за просмотр и до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok